Азазлоу, а как поднять бабла? Только на сайте ёлок и эсгоу три топора, и никак иначе. Ну много из вас любителей есть таких, знаете, заядлых рулеточек, да? Это одна из таких, но намного пиже, намного пиже. Здесь отличная реферальная система, приводи друзей, сделай свой промокод и получай процент с их депозита. А все они получат 200 очков, именно поэтому, ребят, если вы хотите халявные 200 очков, используйте промокод АЗАЗИН. Вставляй его вот в эту дырку. Все ссылочки будут в описании, сайт Профитный. Собственно, вышел новый патч, мне уже крутят яйца, чтобы я сделал какие-то итоги по нему. Собственно, чем мы сегодня и займёмся. Сразу отвечу на вопросы, которые любят школьники. Два новых героя имба? Нет. Абсолютно такие же, как и все остальные. Ничем, блядь, они не отличаются, абсолютно ничем. Итак, братюни, если этого героя не пофиксят за то время, пока он на тесте, то вот этот скилл имбалансный делает его неуязвимым. Короче, это самый мощный скилл в доте. Вы сами не устали от этого? Каждый новый герой имба, каждый новый спелл имба. Но это не так, ребята. Давайте откатимся немножечко назад. Не, парни, это иллигал. Что называется, просто иллигал. Какие все герои-то, оказывается, мощные. Я не виню тех ребят, которые снимают эти ролики, я виню дебилов малолетних. Извините за вопрос, а этот скилл не имба с лучшим, нет? Ну, я не знаю, это беспредел, какой-то быстренький сильный герой. Там 7 тысяч криты, ну это просто божественный персонаж. Всего лишь я ему затарил 6 слотов, которые вы никогда не соберёте. Ни в одной игре. А так-то герой заебись. А этого паренька где-то видели, да? Ну, согласитесь, лицо крайне приметное. Вы посмотрите, что он может сделать. Я б твою мать. Ну, я не знаю, это волшебство, магия, колдовство. Ребят, вышел новый герой. Его зовут... Не могу прочесть, вроде его зовут 10. Значит, быстро приближимся по скиллам. Первый скилл называется Тильзитер. Обалдеть, это как... Это как бесплатный даггер. Потом второй скилл, это что такое? Это Венга Фулл Спиритс. Что? Посмотрите, они такие... Они дают вижн. То есть, вы можете увидеть противника и убить... Я не знаю, это не контрится. Ко всему этому, что это за скилл? Что? Снижение получаемого урона 20... 70 скорости атаки со скилла? Вы в своём уме, ребят? Это просто имба. Называется Overwatch скилл. Ну, последний скилл называется... Называется Врылокейт. Да, типа дать Врылокейт. Что это такое? Ого, какой рейндж. Как будто по всей карте, а ну... Офигеть. Вы, кстати, прилетаете такой, да? Нажимаете пузырьки. Выкладываете бабочку, ломаете её и ливаете из игры. Ну, это просто имба. Я не знаю. А что там по урону-то у этого героя? Я собрал ему абсолютно дефолтную сборку. Давайте посмотрим, насколько он бьёт. Четыре тысячи с руки. Вот это герой, ребята. Четыре тысячи. Это имбаланс. Это просто Overwatch. Давайте сразу условимся, что абсолютно любой новый герой имба не контрится ничем. Доту надо сносить. Всё, это уже не игра, потому что ну его нахуй. Этот персонаж слишком сильный. Следующего персонажа будут звать... Да, именно. И вот, короче, вот этот чувак... Это будет самый сильный персонаж в Доте 2. Я вам серьёзно говорю. Механика не так уж и сильно подверглась каким-то там изменениям. По сравнению с патчем 7.0.0. Ну вы что, шутите? Если мы его пережили, то что угодно можем пережить. Добавили беспонтовую шляпу, которая называется бонусный герой. В случае, если вы уберете бонусного героя, вы получите халявное манго и тп. Тп, как и правда, все получают, но халявное манго получит только вы. Ведь такой особенный взяли бонусного героя. Что вообще за понятие бонусный герой? Если ты играешь больше, чем на тысячу ММР, ты должен уметь играть на всех героях. А если вы нажмёте кнопку рандом, вы получите халявную манго и ветку. Вроде казалось бы те же 200 голды, только вот эти 200 голды тратится на какое-то говно. Промежуточный вывод. Теперь очевидно, что лучше взять бонусного героя, чем зарандомить. Потому что различие только в том, что тебе дадут сраную аренбрынку. Нужна она тебе? Думаю нет. На что-то повлияет? Нет. К чему это было сделано? Чтобы люди брали определенных героев. Валвы всё ещё пытаются научить всех играть на разных героях. Какие молодцы. Также изменились скиллы в Древо Талантах, так прям сильно на 20 и 25 левеле. Но я не буду про каждый из героев рассказывать слишком уж долго. Добавили два смешных пузырька, теперь можно сделать смайлик. Ржач! Пять новых артефактов, скажу коротко о каждом. Недооцененная новая урна. 70% минус хила. Вы можете порезать сатани в глубоком лите. Хороший артефакт. Новый артефакт из Сакрит Релика. Накладывает как бы эффект Дума, но только на вещи. Забавно. Самый топовый артефакт нового патча. Отличная антиганг система. Теперь тебя не сольют за пару секунд вражеские кэри. Очень подойдёт дебилам. Бесполезный кусок говна. А также новая линза. Некритично переделали некоторые старые артефакты. Куру можно покупать раз в 600 минут и она автоматически апается. А также теперь вместо кнопки быстрого полёта добавили кнопку бессмертия. Похоже на то, что было в первой доте. Немного переделали ландшафт, но сделали качественные фишки. Добавили вот такое пространство для прохода, чтобы тебя не задевал тавр. Очень правильно, потому что противоположная сторона имела два подхода. Перенесли споты баунти рун и переставили ширинки. Ничего такого, всем и так было насрать. Мы даже привыкнуть не успели. Не нужно выпендриваться, мы действительно не успели привыкнуть. Ключевое изменение ландшафта, добавленная вот эта лестница. Я даже не знаю, можно ли отвезти этот маленький спот или отвезти вот этот. Если можно, мне кажется, это очень тяжело. Ну и глиф на крипов, вообще хэзо зачем. Очень важный пункт. Новые герои. Говно. Не хочу ничего про них говорить, говнище. Новый турбо режим. Во-первых, турбо загрузка. Если вам нравится 14 минут искать игру, а потом играть в неё 5 минут, то этот режим как раз таки для вас. Турбо покупка в любой точке карты сделает ваш геймплей незабываемым, потому что если вас будут гнобить, противник никогда не уйдёт на базу. Он вечно будет покупать кларити и фласку и дальше вас поёбывать. И даже если вы сместитесь в лес и попробуете избежать жопных болей, да, выбежит сикер. И на 4 минуте с 9 левелом даст вам догон в лицо. На 4 бля минуте. Тем не менее, не буду выпендриваться. Достаточно прикольный мод. Мне, конечно, не понравилось, потому что все разы я проиграл, но кому-то явно закатит. Обновлённый режим мобилити драфт. Лучше старых двух. Ага. Я не знаю, что с этим говном не так. Я не понимаю, что мне с этим делать. Вы уж простите. Я мужик. А, да. К сожалению, адекватных игроков в этом патче не завезли, как и всегда. Чудная комьюнити остается неизменным от патча к патчу. А ты докажи, что ты мужик. Что-то тебе хуйца присунул и поймёшь наху бля. А это не сделает тебя мужиком. Ну так, пойду бабушу свою, ёбну. Жену свою. А вот это уже по-мужски. Покакать могу там. Чё, мужики, готовы? Бля, завалю бабу, пидорат. Слушай, не говори такое слова о манне. Заложил нахуй, бля. Поцелуй меня в попку, я прошу тебя. Так и надо лох, бля. Я здесь мужик, поняли? Вы все мои бабы. Вот честно говоря, когда делаешь обзор патча, вообще не хочется стрелять этот пиздёж. Да, ну я вставлю, вам же рака будет. А я хочу, чтобы все ржали. У меня, блядь, микрофон? Ну всё, ты попал. Тыш, тыш, на тебе выражу. Тыш, тыш, на. Ты, блядь, девочка, ёбаный в рот, блядь. А ты, нахер, с ноги тебе, на, в голову, носка. На, тыш, нахер. Элдор, ты бы лучше не пиздил, а в ответ бил. Ты просто пиздишь, а он тебя ебошит. Пацаны, давайте изогнём Элдора, он, блядь, бунтарь. Красивочка. Ну, сука, всё, пацаны, бьём его, блядь. На тебе, сука, на, на. Дайте пофармить, пожалуйста. А ты, Элдор, не стой, блядь, тебе в ебало прилетает. Ты хоть пизданул бы в ответ. Пожалуйста, пофармите, у меня, видишь, скиллы немного попизже. Блядь, вы чё, на мид никто не пойдёте, вы охуярите. Дайте мне мид, пожалуйста, я мне пофармить очень хочется, вообще скиллы клёвые. Да, блядь, пиздуй, 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 блядь, кто тебя запрещает. Ну, напиши, пойдёшь или нет, нет, мне похуй, я топ пойду тогда. Сука, какие сэнтюбры. Бриз, пошёл нахуй, блядь, сын шалавы. Бриз, а я пофармить, бриз, а я пофармить. Матидрафт, такое же говно, как и предыдущий. Изменился ли кардинальный процесс игры, ребят? Ну, будем честны, нет. Это будет полный пиздёж сказать, что да. Я отыграл на среднем своём рейтинге, ну, в смысле, между тремя своими аккаунтами на 4К, чтобы не руинить более хорошим игрокам, не тащить более слабых. Отыграл я на своих сигнатурных ролях. Ну, конечно, я побеждал, но я победитель, типа вообще пацан такой, знаете, нормикс. Опять же, про новую систему рейтинга мне тяжело что-то сказать, потому что то ли её ещё не вели до конца, то ли она останется такой, что цифра рейтинга будет присутствовать, но при этом у нас будут всякие лиги, как в Overwatch, Лиге Легенд и прочих играх. На удивление, такое токсичное комьюнити, как дотеры, да, вот этот мусор, достаточно тепло приняли патч. Я был вообще очень удивлён, потому что каждый новый патч начинается, знаете, да, раньше было лучше, там в Кайназое было ништяка, в Мизозое уже говно, а я не знаю, вдруг в Мизозое был до. Значит, я туповат немного, не буду отрицать. Ну как, в целом, там вообще впечатление патча. Ну, неплохой патч вдохнул жизнь. Что, блядь, с тобой не так? Да перестань, уёбища, ты бы всё равно сдох. Чё ты орёшь, дурачок? В смысле сдох, придурок, ты меня подпёр? Так я тебя подпёр, абсолютно правильно, ты бы всё равно умер. Классика игрового комьюнити доты. Ну, как сказал мистер Найтсталкер, действительно, патч вдохнул жизнь в доту, потому что дота уже вообще загибалась, я не представляю, как вообще в неё столько люди играют, но мне действительно даже захотелось поиграть в новый патч. Вот прям хотелось посидеть и покайфарить. Не буду вешать вам лапшу, да, нести какую-то херню про импы и прочую чушь. Скажу, как мне кажется, некое моё предположение, какие герои будут метовыми. Ну, скорее всего, это будет Бэйн, медовый, Пак, его очень сильно подняли, и Спектра. Но опять же, это всего лишь моё предположение. Я не буду делать ролик, что типа, три самые пиздати импы в доте 2. Ну что ж, попробовал я вот такой информативно-смешной, может быть, от счастья сделать ролик. Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ребят, я знаю, что вы любите это слышать, поэтому идите нахуй!